всем доброго дня но после такого маленького обеда такого средненького пока есть время я думаю вам сделаю ролик и отвечу тоже на вопрос подписчикам со светами как я люблю коллажи делать люди любят в интернете выкладывать коллажи фотофильтром каким это обычно люди которые не совсем это и делает такой вид красоту сейчас техника все позволяет и коллажи делает там всякими этими я люблю вот все натуральные видите это цветы натуральные розы вот они смотрите вот они живые розы вот одна чуть-чуть упала вот это букет вот который я купил как говорится это самое вот мне понравилось виточный магазин зашел мы мне нам на стол букет надо но поторговался взял но они уже раскрывающиеся раскрывающиеся немного дешевле зато хорошо пахнут вот но перейдем к делу у меня вопрос подписчика опять же про бизнес турции я уже про это уже наверное очень много роликов делал десяток наверное если не больше бизнес турции есть есть крупный бизнес который извините строить самолет и это все крупнейший бизнес крупнейшие холдинги бизнес это все вот даже есть строительные гиганты которые строят при участии государственные как говорится финансирование и дома и жилые комплексы школы социальные объекты заводы фабрики дороги в общем все но туда естественно нашему брату соваться не стоит потому что там уже давно уже все прихвачено там работают люди у них свой бизнес это даже можно сказать семейный есть даже миллиардерши турчанки женщины есть миллиардеры турки но не таком большом количестве конечно как у нас когда после 90 резко как грибы после дождя выросли потому что продали быстренько готовые все завода фабрики мабрики все все и стали стран миллиардерами типа нашего абрамовича других остальных да я не буду говорить вы всех знаете вот здесь все семейник годами династиями вот такие вот это да которые начинали например сплетенный веревок короче прадедушка начинал а сейчас уже внук или правнук уже холдингом короче сам руководить тоже самое другие эти туда естественно конечно дорога заказана туда лезет сам ну остается средний и малый бизнес я уже про это тоже вам говорил что здесь средний и малый бизнес тоже основном повязаны на родственниках вот даже я же говорю магазинчики какие-нибудь это обязательно там сын с отцом или вся семья даже риэльторской компаниях вы нередко увидите сам глава риэльторской это отец а другие вот это риэльтора это сыновья невестки дочери магазинах таких даже вот золотой магазина был у меня в анталии знакомый хороший такой от семья такая вся семья короче сын отец взять дочь общем вот такие вот все все вот вот меня подписчик спрашивает можно ли приехать открыть бизнесе сами да вы понимаете ну я бы не сказал что нельзя на можно можете повезет нельзя никого останавливать я мне нет привычки кого-то там какие-то страсти это попытка не пытка но я могу лишь озвучить то что я прожив в анталии здесь здесь я в основном сталкиваюсь людьми которые из среднего бизнеса которые вот магазинщики так это с крупного это государственной строительной компании частным этим участием да но такие чиновники потому что анкара все-таки город мемуров ну то есть начальников специалистов образованных людей а вот в анкаре прожив 8 лет 8 лет я и про здешний тоже мало расскажу не торопитесь в анкаре я честно вам скажу бизнесменов я не видел как таковы я же говорю немало бизнеса не такие вот даже будет офис маленький свой или даже большой офис я видел там руководители этого офиса в которых даже нет загранпаспорта даже который никогда в жизни самолетов летали вот я видел очень много таких бизнесменов которым в руки попадался доллар короче это мой знакомый был такой которую я знал долго он как начал от это доллар показывать соседним офисом показывает вот это вот я доллар заработал долл хотя человек уже 50 лет и у нас у азербайджанцев это называют гормич у нас называют гормич 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 вот они очень это сам в этом плане вот я уже говорил вам что устраиваться к ним даже на работу это уже вы устраивает идиоты султану вот султан он уже все его слова закон все все это самое да можно даже работа так из-за вас никто не страховку ничего не будет платить всякий может быть кидалова тоже достаточно да и самим туркам тоже как говорится устраивается на работу таким людям очень трудно и даже они не выдерживают и еще очень много если официально тот человек примет это там очень много таких и ты которые просто так человека не уволишь страховки огромные платить надо 4 с лишним тысяч в месяц и я же говорю это такое дело что нет самому открыть опять же я же говорю вы должны здесь прожить долго долго знать очень много людей чтобы здесь заниматься малым бизнесом малым средним бизнесом до турции я бы сказал и 100 процентов 90 10 допускает так это будет 90 вам надо родиться туркам понимаете турции надо вам родиться не обязательно только мы курдом там разницы здесь много национально вы должны здесь родиться вырасти вы должны все знать все повадки все все это иначе вы можете остаться с нулям с нулями и без штанов это самое это стопудово я про это и говорю моим многим друзьям даже в анталии которые меня сначала на смех поднимали они говорили что я слишком преувеличиваю я наоборот им говорили а наоборот при уменьшаю а потом когда это а вот оказывается ты правильно говорю вот так вот а я говорю ребята я тоже не лыком шить ну вот и знай что к чему когда денег вопрос денег коснется это как а ты конец и к катастрофа катастрофа на отдачу очень трудно я же говорю здесь очень на отдачу трудный продукт про занимать долги я тоже вам сказал про то что про выполнение работ тоже очень вот так взять участок вот построить дом сразу нет тоже вы не сможете у него братан тоже сталкивался этим участок купил оплатил все и все все и до свидания вот так что здесь надо очень многое многое из нас вплоть до покупки земельного участка вы должны все это знать а много есть нюансов которые я уже говорил же когда который у нас нет такого например купил участок там написано у тебя документах 7 соток у тебя 7 соток а ты купишь да у тебя документах 7 суток написано но когда начнешь строить окажется что ты оттуда 300 3 сотки почти просто так должен отдать отдать на дорогу если рядом пар парк тротуар в общем хорошо все и разрешенность сколько там это это очень такое дело что все нюансы надо знать как мне сосед говорит он домком он все таки знает строительством занимался и образованный грамотный человек не суйся он мне сразу не суйся я ему иногда раз короче позвоню его сосед я вот нашел вот так вот так поднимайся я поднимаю рассмотрит раз-раз-раз пробивает не суйся говорит если где-то даже это меня с собой забери мне от тебя от ничего не надо я тебе как знак сделай вот так душами вот так значит не стоит брать или вот так сделай не стоит брать даже близко подходить нельзя так что здесь очень сложно с этим вопросом я сразу хочу сказать вот а здесь что кашать я вам рассказывал что даже пары макарской отец с сыном работают магазины ветеринарные клиника даже муж с женой они оба университета закончили незнакомый есть он врач и она врач вместе закончили ветеринарные это вот и они оба вместе работают везде это самое кстати по парахмахерскую я недавно заходил к нему дай думаю каждый раз самому чё бы не начали подумать что я не вношу в экономику деньги пусть я говорят сам тоже пошел постричься но у всех он берет за стрижку 150 160 с меня 100 и разговаривались короче я говорю сколько платишь за аренду вот это парахмахерской он гордяга плачу как 10 лет назад говорит очень мало а сейчас году 2000 год я горну сейчас это парахмахерская говорю арендовать их стоит минимум 15 тысяч потому что у него большой это там еще и туалет ну как однокомнатная квартира там хорошем месте ягод два года буду платить и все я ему посмотрел ягод я же по старым ценам я его на словах поймал я хорошо ты ему хочешь платить по старым ценам будешь платить а вот ты я говорю когда с ним договор заключил поскольку ягод брал парахмахерской он год ну год четыре пять лет назад год было 30 лирка 40 лет а сейчас ягод и берешь 150 то есть ягод и хочешь заработать по новыми а горит им оплатить за аренду ягод по старым ценам ягод это же не это он говорит ну вот так вот видите как какой нечестность в этом плане да хочет получать у клиента по новым ценам это деньги да оплатить за аренду по старым ценам понимаете вот а закону позволяет они могут там это сам даже пять лет арендатора выкинуть здесь невозможно почти долго надо судиться в том числе и коммерческих помещений и жилых помещений это не как у нас например братков вызвали короче и приехали братки и выкинули вот нет тут все по закону мне здесь что нравится здесь все по закону по каждой букве закона иногда и раздражает вот некоторые вот это особенно меня было убивало в автосервисах вот в анталии огромнейший автосервис огромнейший там порядка полутора тысяч боксов вот этих ну так и фирмачей кто-то масло меняет кто-то кузовщик кто-то еще электрик кто-то это но вот там найти нормального мастера из этой огромное туда единицы не найдете нормально почему я вам скажу смешно да вот где-то например какая-то болтик например это самое да придешь а это любой болт туда подходит нет а это из этой модели на эту модель вот они по букву вот этого работника при чем тут модель возьми любой болт он за за закрутить туда нафиг и все нет я же говорил вам один раз рассказывал что в анталии было вообще прикольно мне один турок сам рассказал здесь говорит научиться говорят баллон год открыть ну вытаскивает да закручивать обратно это он как идет говорит сразу автосервис открывает все уже он уже патрон понимаете вот так что здесь особенности много здесь кулибина как таковых нету особо таких вот чтобы у нас вот например на запорожье тойота мотор короче или на тойоту короче еще что то вот чтобы выход какой-то найти да не не стандартный нет все по закону все по модели все поэтому это это вообще пипец вот единственного я вот недавно поехал когда машины аккумулятор поставил хороший электрик попался но видимо возрастной же человек да уже наших годов такой дядька нормальный он гадачок а у него там написано 36 это надо ампер на мать из маленький а нигде нету я проезжался нет у нас то я горну до любой другой в отмене нельзя не буду туда поехал он давай пятьдесят пятый год поставим а я говорю пойдет когда почему не пойдет то он даже год лучше будет зимой будет за город хорошо заводить только гнездо чуть надо менять он гнездо откручил вытащил молотком поправил сварочным вот так сделал хороший новое гнездо как разга сюда влезает раз туда и поставили все я обалдел понимаете вот он не стал это самое там и шланг не поменял там водичка где-то текла вот я к нему буду все время обращаться вот хороший такой мужик вот электрик и во всем понимаете самое нестандартное это самое вот здесь все по закону здесь все по закону если закон сказано все вот я сегодня фейсбуке с утра в ленте вы что прочитал наши девушки пишут а вот иногда и суровые вот женщина пишет одна у нее двое детей они граждан турции сама иностранка россиянка муж тур был разве развелись короче она сама детьми короче да ей год не дают год меня вы ножи там люди пишут новый опекун столько делаете вот вы понимаете вот других странах обычно люди правильно писали европе где-то как это где-то турки а как это математ и можно депортировать что да депортировать будет ребенка дети останутся с отцом здесь так и жесткий тоже это есть я сразу хочу сказать что очень очень даже это вот как говорится вот юридических каузусов здесь да вот таких вот бюрократических здесь хватает и схватает поэтому люди суды подают там идут жалуются суды подают кто-то гиммер пишет этом из сайта почти президентов это гиммер называется джиммер туда пишут короче тоже жалоб отправляют там тоже в течение места разбираются адвокатов нанимают очень дорогостоящее удовольствие так что здесь тоже не сахар в этом плане вот от европы например европы там где же написали европы например меня год дети европейской гражданстве мед мамы тоже как как воссоединение семьи не здесь такого нет без такого нет здесь все должно быть как бы это женам мужем разошлась сразу она должна пойти уже в течение 20 дней подать на то что и в реликсом раз это есть после разводное время вот это уже меняется статус в нж даже так что не совсем это и да и я хочу сказать тоже да вот многие жалуются да вот это для иностранцев плохо для самих турков тоже 10 не сахар делаете я же говорю многие поэтому и жать европу другие страну казахстан сейчас я же говорю куда это сам если вы они вот большинство должна паспорт часть паспорт тоже дорогой стал а я-то загранпаспорт получил еще двадцать первом году еще когда он я сколько заплатил то а 1300 лир сейчас по-моему до 5000 дошло говорят еще это самое водительские права сейчас мама родная обучаться огромные штрафы увеличились я уже выставили на красный сколько там это сейчас даже уже ля-ля-ля-ля короче штрафик это вот которые привыкли в анталии я видел как автосервис приходили короче а там это это техосмотр а там без и как пока штрафы не оплачьте пропускает один настолько сделал что мы по цене машины короче там пошли оплатить он вот так это же цена машин уход научил штрафы собирает конкретного нарушает права до правила сейчас уже все сплошную полосу столько-то там тысяч там это уже там по 50 по 100 лир нету штрафы огромные так что и самим туркам тоже пояса подтянуть придется не только нашим мы а только и для иностранцев плохо да но и для своих тоже делают они я не знаю но возможно сейчас деньги нужны для потому что это восстановить же надо же после землетрясения столько домов это сам разрушил восстановить надо же все это возможно для этого хотя конечно если бы на жилищный сектор бы вот это бы разрешили вот это может под контролем было вот это продажа жилья все все оттуда в налоги мне кажется очень много поступлений было бы на казну видите как здесь тоже любят уходить от налогов здесь тоже любители не платить налоги старается как-то это штрафа тоже нет да и на машине тоже я же вам рассказывал что уже машине надо кое-что менять видно невооруженным глазом нет не будет меня пока где-нибудь не станет я готов тебе надо поменять нет мне сегодня сосед говорит с утра я вышел а у них с отцом две машины одна рабочая вторая такая вот они постоянно их ремонтирует постоянно сосед год вы же второй год живет ему не видел чтобы здесь год как над ягод плюнь через левое плечо я говорю что это самое выгод настолько горит это выгод на ремонт не встали как мы-то же 12 раз за год заремонтировали потому что я до конца добивать любить ребята машины за машина его надо следить масло вовремя менять где-то какой-то резинка надо посмотреть где-то что-то это я вчера вот пошел дворник и поменял колеса пошел подкачал на заправку бесплатно а где-то масло и сам надо спорт посмотреть я через каждые 6000 5000 километров я меняем масло антифриз самый лучший это самое тоже меняю через год выливая все и меняю это новое это следить надо следить надо и не будешь следить это сама они не следят поэтому ездить до конца короче до победного пока где-нибудь вот колеса не разлетятся в разные стороны жалко денег по две пачки сигареты очень много очень много день две пачки вот представьте себе да какие деньги сейчас 50 лет пачка на двоих короче 200 лир день месяц только только месяц на сигареты уходит 6000 6000 вот представьте а у деда пенсии семь с половиной сын студент он не работает ну учиться я не знаю хотя университет учусь другом городе у них видимо есть еще у них открытый университет называется они получают вот эти задания едут дают туда-сюда все а так бы он каждый с отцом он где-то подрабатывать идут но все-таки все равно и что самое смешное мне вот это вот эта рабочая машина он восемьдесят девятого года по-моему рено у него двухлитровый это двигатель огромный но у них еще и газом туда-сюда и вот они короче 80 километров отсюда ездят на на работу вот и обратно также вечером приезжают уезжает утром рано приезжать вечером я им говорю а чего там делать электрику даст я так вы бы там его ночевали бы я говорю зачем я бензина столько жгете представьте сто шестьдесят сто пятьдесят километров проезжает на это можно сколько жрется ну газ ну газ тоже деньги вот нет мы как-то по-другому воспитываем мы как-то вот умудряемся где-то как-то это нет них нет это вот в одном месте как в одном каком-то канале было так что курица говорит если даже сегодня сварили на следующий день они сразу выкидывают тут да здесь очень себя любит здесь вот у нас например надо показывать какие-то я сам да вот как наши пенсионеры там по бакам лазит просрочку кушают да да вы что тут а у нас еще прав просрочку тут один день даже это самое все это отправляет на мусорку ну это специально у них на полигоне нет вот сегодня например 22 число 22 числа сегодня еще не куплено ход мясо пакета колбаса сыр разницы нет все нафиг мусор все собирают это огромных тачках машина приезжает никаких этих вот любят себя у нас бы так у нас это просрочку давно бы какой там и даже полгода прошло бы и сожрали бы нафиг это уральских пельменях вот это есть хороший я люблю вот это ребят молодых особенно брикотин вот это маслякова другой вот этот хороший ребята рожков и там у них есть этот ролик где называется магазин пуля вы строгать и удобно и там она идет городе тамара-тамара год она тамара год просрочку года девочки год просрочку же тамара год колеса и принимает а девочки год просрочку год кладовки просрочку жрут здесь нет такого вот вот я же говорю поэтому у нас по черному можно здесь очень трудно по букве закона надо работать по букве закона вот представьте себе вот один день прошел все выкидывать на нельзя это и картошка тоже срок прошел я иногда смотрю я подождите я спрашиваю и чай тоже у вас вот тогда срок да и срок годность это отправляем на переработку кофе тоже все это у них вот срок годность такой все вы не найдете здесь я вот сколько посмотрел и в анталии тоже какой продукт который бы просроченным сроком там компьютером и там руками наклеивать нельзя вот это как у нас делаю мнение переклеивать тут компьютером пишут это черным буквами такими это все вот такие дела ребят так что здесь по букве закона и малый бизнес средний бизнес тоже если прослеживать по букве закона ну на хлеб с маслом то не знаю на хлеб заработать на маслом не знаю это надо очень-очень глубоко постараться очень-очень глубоко вот у меня в анталии в доме были курды семья работящие такие они четвертом этаже у них квартира была они потом его продали у них там локанта был в этом в анталии локанта это кафешка они сына своего поставили на доставку на мотоцикле доставлял а сами они муж женой дети готовили там всякие там ну еду до короче о днем и ночью они работали они потом банкротом стали я не знаю почему потом они эту квартиру продали за 140 тысяч нашей соотечественниц русской из кемера сказали что она золотом торгует у нее деньги есть потом она это за 140 тысяч купила азербайджан сам она продала за 220 квартиру и вот они короче стамбул уехали загрузились вещами стамбул поехали им сказали что стамбуле можно развернуться через полгода они обратно приехали и на съемные квартиры там и где-то там арендовали какой-то закуток маленькие там работали ставьте себе так и работяга они не пьющие не курящие работали и жена работали рано 4 утра уходили приходили с работы девять десять иногда и двенадцать ночи они дома всего три-четыре часа работали как действительно как рабы на галерах не смогли стать они богачами я не видел я тогда у них спрашивал его у нас бегать так бы работали у нас бегать миллиардером бы стали здесь год не станешь яга почему аренду как повысил налоги говорит нас готов все почти ничего не остается сынью их не на мотоцикле доставляла этого на университет учился и одновременно родителями достав на доставке весь день бедолага ездили доставлял вот это все вот такие вот дела так что здесь нет ребят здесь малый средний бизнес дальний сути хотя попробовать можете говорят же человек такое существо пока лоб свой не расщебет он никогда никому не поверит тем более какому-то деду ахмеду это чё ему верить даже бла-бла-бла же вот такие дела всем хорошего дня и вот такого вот такого светочного настроения запах передаю я вам пока